Наш Ванечка сегодня хочет всех угостить. Все свои 9 лет Ваня не жил дома. Он содержался только в государственных учреждениях и много времени проводил в больницах. Однако, вопреки всему, он стал весёлым, открытым ребёнком, который стремится всем помочь. Ваня поступил в наше учреждение в 2019 году из Борзинской специальной коррекционной школы-интернат. Ванечка родился с серьёзными аномалиями развития. Самые заметные виды у него на лице – это расщелина нёба и верхние губы. По свидетельству о рождении в графе «Отец и мать» стоят прочерки. За свои 9 лет Ваня перенёс множество сложных операций. В год, в 4 года, в 7 лет. И вот совсем недавно, 27 мая, в Москве ему была сделана ещё одна операция. Операция стала возможна благодаря работе благотворительного фонда «Дорога жизни». У Ванечки очень большой потенциал. Ванечка не лишён интеллекта. И он абсолютно сохранный ребёнок. Мы решили его привезти сюда, в Москву. Потому что здесь есть, скажем так, возможности, которые обладает наш фонд. В связи с этим мы с нашим старшим педиатром и консилиумом вместе с медиками, которые состоят в нашей выездной медицинской бригаде, приняли решение о том, что мы сможем, вероятно, помочь Ване. Иван попал в поле нашего зрения для того, чтобы встретиться с замечательным реконструктивно-пластическим хирургом Кугушевым Александром. Чтобы он и замечательный коллектив Республиканской детской клинической больницы, врачей-стоматологов, ортодонтов, пластических хирургов, помог Ивану восстановить свою замечательную улыбку, научиться ещё лучше говорить и восстановить зубной ряд. Ребёнок чудесный, добрый, весёлый, всегда в центре внимания, всегда на позитиве, пытается всем всё помочь. Он прекрасный помощник, любит читать, писать, рисовать, собирать конструкторы, очень любознательный. Вот тысячи вопросов, не успеваем отвечать. Ваня всегда мечтал о телефоне, благотворителям, естественно, подарили телефон. Он быстро очень всё там понял, всё буквально за пару минут, один раз пришлось показать, как звонить, ватсапом как пользоваться. Он быстро всё хватает на лету. Вообще-то самое большое мечтование – это попасть в семью. Он очень мечтает маму, папу, братика, сестричку, я буду всем помогать. Часто спрашивают, а меня ещё не нашли? Меня мама ещё не нашла. Говорю, найдёт, найдёт. Она ищет и, естественно, найдёт. Семья Вани нужна больше, чем кому бы то ни было. Сейчас, пока он находится в Москве, он временно живёт в семье, где есть другие дети. Но когда закончится этот период, ему придётся вернуться. И он бы очень хотел домой. Если говорить о том, что такое временная передача, то вообще это такая форма работы, которая подразумевает, что ребёнка можно взять в свою семью. Ну, на период до трёх месяцев, ну или в исключительном порядке до шести. Временная передача, её особенность состоит в том, что это не является в чистом виде формой устройства ребёнка. Там опека, попечительство, либо усыновление. Это именно такая форма работы, когда ребёнка принимают к себе временно. Подчеркну, что временная передача, она осуществляется исключительно в интересах ребёнка. Специалисты фонда «Дорога жизни» очень привязались к Ване, и они искренне надеются, что он в скором времени обретёт свою настоящую семью. Медицинскую поддержку они продолжат оказывать ребёнку в любом случае. Всю информацию о Ване можно найти на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в разделе «Подари ребёнку семью» и на сайте «Усыновите.ру». Всего в Забайкалье ждут родителей 1321 ребёнок.